Тема моего сегодняшнего выступления будет композиторское творчество, а именно феномен оригинального текста. Чтобы погрузиться в данную тему достаточно глубоко и осветить непростые, но крайне важные для понимания как искусства, так и природы человеческой психо-моменты, я рассмотрю композиторское творчество в его связи как с психологическими, так и с некоторыми философскими категориями. Однако, несмотря на заявленную тему, сразу же хочу предупредить, что я не ставлю перед собой задачу в пределах относительно краткого выступления осветить данную проблему в области. Более того, моей целью является скорее верно поставить вопросы в данной области, а не дать на них исчерпывающие ответы. С огромной радостью я наблюдаю, как в последние годы все более и более сдают свои позиции майнстримная линия искусствознания, когда-то претендовавшая на истину в последние инстанции. То искусствознание, которое еще полвека назад с виртуозной легкостью утверждало, что есть эстетически правильное, а что неправильное в искусстве. Подчас безапелляционно высказывалось о смысле тех или иных произведений искусства, подходило к авторинскому тексту как к некой данности. Статус ученого и даже ученого-гуманитария, такого как музыковед, в те времена был непогрешен. Произведения сортировались на всевозможные низмы, выводились раз и навсегда установленные характерные признаки каждого музыкального стиля, или принципа творческой эволюции того или иного автора. Все, что выходило за эту музыковедческую схему, как правило, не принималось в расчетах, а выходило за эту схему часто очень и очень много. Однако и в таком непогрешимом, в кавычках, музыкознании процветали свои суеверия, свои научные мифы и легенды, зачастую нить, на чем не основанные и ни на что не опирающиеся. Но, коль скоро существует отрицательное или апофатическое благословие, можно надеяться, что, фигурально выражаясь, в скором времени появится и апофатическое искусство знания, которое будет говорить не о том, чем является искусство, а о том, чем оно не является. Научиться вместо того, чтобы давать ответы, оригинально ставить вопросы. Причем ставить и такие вопросы, на которые нет и не может быть ответа, и признавать такие вопросы, как вопросы научные. И тогда, возможно, в многообразии тех вопросов мы обретем тот смысл, который тщетно искали в ответах на руки прошлых лет. И так и не смогли найти. Я попробую сегодня развить свои мысли именно в этом направлении. Возможно, еще не совершенно, но упорно продвигаясь на пути самого выражения. Даже там, где не всегда можно достучаться до какого-то конкретного ответа. И еще я хотел сразу же заострить внимание аудитории на одном моменте. Тема настоящей конференции связана с сложнейшим, почти невыразимым феноменом самости. Однако я сознательно ни разу не упомяну этот термин в дальнейшем своем выступлении. Это не означает, что мой доклад не связан с этой темой. Напротив, он связан с ней и связан настолько глубоко, что я бы не хотел упрощать этих связей, называя их. А хотел бы посредством намеков создать такой информационный контекст, такую вербальную зарисовку, с помощью которой каждый из аудиторий почувствовал то, что я хочу сказать о феномене самости, и какую роль она, на мой взгляд, играет в становлении композитора и его творчестве. Для того, чтобы в творческом процессе композитора было возможно раскрыть какие-то новые внутренние взаимосвязи, необходимо взглянуть на него под другим углом, непривычно. Для этого я обращусь сегодня к не совсем обычным методам, а именно, я рассмотрю феномен авторского текста не через анализ самих этих текстов и их истории возникновения, а посредством прямо противоположенного феномена, а именно переложения. Так как моя цель – размыть контуры понятия авторского текста, показать, что то, что считается в этой области чем-то само собой разумеющимся некой данностью, на самом деле существует лишь на уровне удобной научной гипотезы, и не более того. Итак, разберемся. Для начала, чем является музыкальное переворение, что это такое и как оно соотносится с оригинальным авторским текстом. Как известно, композитор создает свои произведения для какого-то определенного инструмента или инструментального состава. Это может быть сольный инструмент, вроде фастепиано, может быть ансамбль, наподобие струнного партета, или же оркестр, симфонический, духовой, камерный и так далее. С течением времени многие сочинения, пользующиеся определенной популярностью или по другой причине, перекладываются для иного исполнительского состава, зачастую существенно отличающегося от первоначального. Переложение может сделать, как сам автор произведения, ну, к примеру, известно авторские переложения Дмитровина с фартепианом и струнным партетом. Или же переложение осуществляется другим музыкантом, как, к примеру, знаменитый цикл фартепианных миниатюр картинки с выставки Мусоргского переложен великим французским композитором Морисом Равереном для симфонического оркестра. Казалось бы, какая в данном случае может стоять проблема, и вообще зачем я об этом так много говорю? Однако, проблема есть, и детальное рассмотрение ее весьма важно для дальнейшего рода в ее прессе. Дело в том, что, когда композитор создает свое произведение, он рассчитывает на совершенно определенный инструментальный состав. Это означает, что фактор тембра, тисситура или диапазона, особенности игры на инструменте, культуральная амплуа данного инструмента, а также целый ряд технических задач в какой-то мере определяют то, каким будет это сочинение. То есть, в какой-то мере инструменты, выбранные автором для своей партитуры, определяют или раскрывают внешнюю составляющую идеи, реализованные в этом сочинении. Более того, существует три вида инструментального исполнительского искусства. Сольная, ансамблевая и оркестровая. Эти три вида исполнительской практики отличаются не только количеством задействованных инструментов, но прежде всего различными возможностями агодики, то есть исполнительской свободы в интерпретации. Если пианист, играя какую-то пьесу, зависит только от своего эстетического вкуса и своих исполнительских возможностей, то в ансамбле степень агодической свободы уже существенно сокращается, так как каждый исполнитель здесь зависит не только от своего вкуса, но и от исполнения других музыкантов этого ансамбла. Если использовать лакановскую терминологию, то в ансамбле со всей очевидностью появляется фигура большого другого. Причем в самом ансамбле они в лице предполагаемы воспринимающей аудитории. Безусловно, технических возможностей для реализации композиторской мысли ансамбль предоставляет несоизмеримо больше, чем сольный инструмент. Но для этого такая исполнительская практика жертвует большей агодической свободой. Что же касается третьего типа исполнительства, то есть оркестровой игры, то там агодической свободы у каждого отдельно взятого музыканта по сути у всех нет. Интерпретация отдана внешней фигуре дирижера. Именно дирижер руководит большей частью агодического потенциала оркестровой игры. То есть попросту игра на инструментах, оркестранты и интерпретация дирижера в данном случае распределяются между разными людьми, что еще в большей степени сокращает возможности этой самой агодической свободы. Дальше, чем при игре лацамбле. Теперь, думаю, каждому ясно, что когда какое-то сочинение перекладывается с фортепиано на ансамбль или на оркестр, оно не только меняет тембровую окраску, но оно попадает в другую категорию, в которой существуют новые принципы организации исполнения музыкального сочинения. Попробую объяснить это же самое на простом примере. Представим себе такую фантастическую картину, что музыкальная пьеса – это живое существо, которое прекрасно приспособлено для существования в той среде, для которой создана. Ну, например, для фортепиано. Если мы хотим переселить ее в другую среду, в ансамбльную или в оркестровую, то у этой пьесы, фигурально выражаясь, есть два пути. Либо приспособиться, измениться и адаптироваться к новым условиям, либо погибнуть. Как вы все отлично знаете, биологии таких примеров множество. Приспосабливаясь к новым условиям, живой организм изменяется. А если он не изменяется и не приспосабливается, то, как правило, погибает в чужеродной среде. То же самое происходит и с музыкальными пьесами. Если при переложении сохраняются все ноты в том виде, в каком они написаны для исходного состава, то в большинстве случаев мы имеем не живое переложение, а умершее музыкальное сочинение, от которого осталось лишь внешнее оболочек. То есть своего рода скелет рыбы, найденный в пьесках пусты. Лучшие же примеры переложений свидетельствуют о том, что только изменения, естественно, разной степени значительности, могут сохранить музыку живой в новом инструментальном составе. То есть все вышесказанное можно сформулировать следующим парадоксом. При переложении, чтобы сохранить музыку неизменно, нужно применять ее. И наоборот, ничего не меняя в тексте, при трансплитеции музыкальной пьесы, мы рубим ее в качестве произведения музыкального искусства. А так, все вышесказанное лишь на первый взгляд объясняет феномен переложения. Так как на самом деле это скорее запутывает нас еще в большей степени. Но попробуем пойти еще дальше. Если для сохранения сущностной основы музыкальной пьесы при переложении ее нужно адаптировать, то есть изменять. Что в таком случае является собственно этой музыкальной пьесой? Ответ, что пьеса это нотный текст, артепакт, написанный рукой автора, как вы уже, наверное, поняли, исхода моего рассуждения представляется при такой постановке вопроса, мягко говоря, аргумы убедительной. Докажу это возможным тренированным, но абсолютно жизненным примером из реальной музыкальной пьесы. Интермедия Николая Андреевича Римского-Горского из оперы сказки о царе Салтане, более известное под названием «Полет шмеля». Написан автором в партитуре с использованием солирующих флейт, кларнет и скребет. Именно тема несколько булькующих и в то же время осветлых инструментов, таких как кларнеты и флейты, идеально подошел для изображения жужжания маленького, но настырно преследующегося муцель. Однако есть десятки переложений этой пьесы, и одно из них для туба, огромного низковометного духового инструмента. Все ноты при переложении сохранены. Однако сохранилась ли сама суть этой пьесы вот этой версии? Мой ответ тут, увы, при всей моей любви к многозначности, категоричен. Нет, нет, еще раз нет. Исполнение этой пьесы на тубе создает образ скорее падающего крупного боевого самолета в имен Второй мировой войны, но никак не маленького шмеля. Моты остались, образ исчез. Приведу в качестве другого примера обратную картину. В начале 19-го столетия великий немецкий партнер Людмик Хуан Бетховен сделает актерскую транскрипцию своей военной портепиарной сонаты для струнного квартета. В ансамбленной версии это сочинение обычно называется «Квартет соната». Так вот, когда мне впервые довелось услышать эту пьесу версии для струнного квартета, я был абсолютно уверен, что Бетховен просто переложил имеющийся в сонате нотный материал на 4 голоса струнных инструмента, изменив только тональность на более употребляющую для струнных инструмента. Однако, при внимательном изучении нотного материала, который мне удалось достать много позже, оказалось, что в ансамбленной версии нет практически ни одного такта в сравнении с исходной сонатой, в котором не было бы осуществлено каких-то изменений. При том, что в большинстве случаев казалось бы, что технической необходимости в этом не было никакой. Но гений Бетховена требовал этих изменений воин о сохранении музыки. Таким образом, на данный момент есть, по сути, два отличных друг друга, а друг от друга нотных текста. Просто и пьяный, и квартетный, с разными нотами. И одна и та же музыка с единым образом. В таком случае, что же объединяет эти сочинения в одно целое? Что дает им этот единый образ, ощущение одной и той же музыки? Что такое та самая единая музыка, которая стоит за этими разными нотами? Заострю эту проблему еще больше. Поставим следующий курьезный вопрос. По какой причине Аган Себастьян Бах написал музыку для саксофона? От того, что он не любил тембор этого инструмента, или от того, что этого инструмента в эпоху ворота не слушался? Представляется реалистичным второй ответ. Но из этого ответа будет следовать цельную заключение. Если инструментальный состав сочинения обусловлен духом времени, а мы уже говорили, что состав существенно влияет на специфику самого сочинения, то в таком случае как сочинения, на которых лежит печать давно прошедших эпох, могут спокойно существовать на современной концертной сцене не в качестве музейных экспонатов, а в качестве произведения искусства, и успешно конкурировать с новыми произведениями, рожденными композиторами наших днур. Ответ кажется опять очевидным. Мы небезопасны. Это значит, что в каждом произведении музыкального искусства есть что-то как от духа времени, так и от духа глубины, если воспользоваться удачным сравнением и с красными книгами каждого пустого рынка. Но как отделить зерла от клейма? Если предположить, что произведение искусства всегда равно тому артефакту, который мы имеем и который называется, к примеру, не при симфонии Моцарта, то есть ее партитуре, написанной рукой композитора и всем сопутствующим авторским текстом, то в таком случае представляется верным, что должна осуществовать и единая эталонная интерпретация этого произведения. Так как если существует конкретный артефакт, равный тому художественному феномену, который мы называем этой симфонии, то он может быть глубоко исследован и идеально воплощен исполнителями, максимально точен и максимально совершен. Однако их противоречит исторической действительности, так как музыкальное произведение живет в веках как раз именно за счет различной интерпретации. Более того, в современном мире интерпретации классической музыки крайне отличаются от тех, какие были в давней эпохе. Каждый новый век приспосабливает музыкальное сочинение к себе или наоборот, сочинения в кавычках приспосабливаются. Каждой конкретной исторической эпохи. Техника и эстетика игры на большинстве современных инструментов принципиально отличаются от той, какой она была в эпоху Баха или Моцарта. А появление звукозаписи в конце 19-го, начале 20-го столетия, позволило нам сохранить авторские интерпретации сочинений, которые далеко не всегда теперь считаются этого. Более того, когда, к примеру, автор записывал свои сочинения на пластинке или компакт-диске неоднократно, подчас эти интерпретации отличались друг от друга, хотя и исполнялись одним и тем же человеком, а именно автором этих произведений. К чему же я все это веду? А вот к чему. Не является ли сам филомен произведения, выходящего из-под пера композитора, не столь очевидным и конкретным, как казалось ранее? И не начинает ли при таком рассмотрении размываться сама грань между переложением и оригинальным сочинением? Ведь, как показали множество различных приведенных примеров, а их можно привести еще сотни, сам артефакт авторской партитуры не эквивалентен той идее во всем его культурном объеме, которая стоит за нотным текстом. А ноты, как и любой текст, скорее лишь намекают на нервы. Многие музыкальные произведения существуют в различных авторских редакциях, подчас существенно отличающихся друг от друга и при этом считающихся одним и тем же музыкальным сочинением, имеющим одно и то же название. Известно, что австрийский композитор-симпонист Густав Малер постоянно вносил изменения в свои партитуры, даже уже после их издания. Так какая же из этих редакций истинная? Последняя или первая? Опубликованная или так, на которой наиболее положительно отозвались критики? Где критерии выбора верного артефакта, равного, по нашему мнению, данному музыкальному сочинению? Тут можно либо последовать, так сказать, схоластической софистики, отстаивая какую-то одну позицию, либо оставить данный вопрос вовсе открытым, что возможно и наиболее правильно. Но я попытаюсь пойти по третьему пути. Пути между сценой и холебтой. А что если предположить, что композитор вовсе не создает музыкальное сочинение, а фигуральное выражение пишет переложение? Или, если угодно, перевод с неведомого языка заглядельного на язык современной музыки? Переводя трансцендентную реальность музыкального опуса в реальность конкретных исторических инструментов, конкретной традиции, конкретных исполнительских практик. Это означает, что искать подлинник музыкального сочинения, воплошенный в реальности, примерно то же самое, что искать воплошенную в реальность аниме, если пользоваться юнгианской технологией. Оригинал просто не представлен в реальности вовсе. Есть лишь зависимая от времени, место, способности, психической организации композитора версия. Этого сочинения представлено в нотном артефакте или множестве артефактов. В таком случае, оказывается, что нет никакой загадки или противоречия в том, что одно и то же музыкальное сочинение может быть выключено во множестве подчас контрастных редакций. Нет и никакого противоречия в том, что грамотные изменения нотного текста при переложении позволяют сохранить тот же музыкальный образ. Решает данный взгляд на предмет и еще одну проблему. Как сочинение может сохраняться в различных интерпретациях, переживая эволюцию инструментария и традиции исполнительской практики, при этом сохраняя самую себя как художественные темы, а не превращаясь в исключенный исторический факт. Ведь музыка Баха – это не музейная история, это современность, коль скоро ее слушают сейчас и получают удовольствие как от музыкального произведения искусства. Но чем же тогда отличается переложение от того, что мы называем оригинальным произведением? И отличается ли? В одной из своих статей Вальтер Бельлинин прокомментировал отличие между оригинальным литературным авторским текстом и его переводом на другой язык. Он приводит следующее сравнение. Смысл соотносится с оригинальным текстом как плод с его кожуром. А в то время как перевод – это королевская мантия. Эти сравнения идеально применимы к нашему вопросу. Но почему Бельлинин подобрал именно эти образы? Мантия – это одежда. Но у нее двоякая цель. Во-первых, она скрывает тело короля. Мы видим лишь мантию. Но во-вторых, она и указует на тело, обозначая его очистание и демонстрируя его статус. Ведь если речь идет о чем-то трансцендентном, то мы не сможем увидеть его без зримого покрова. И в таком случае мантия демонстрирует нам то, что мы в состоянии узреть сами. Так, через зримое, мы приобщаемся к незримому. Причем мантия преподносит нам это нечто, как достояние, как что-то царственное. Оттого Бельлинин, очевидно, и не использует слово «одежда», но говорит «мантия». Но как ни крути, мантия не часть тела. Она лишь покрывает его. В случае же с плодом его кожурой, другим образом, в статье Бельлинина, кожура – такая же часть плода. Нет яблока без его кожуры. Такое деление может произойти лишь искусственно. Кожура яблоков тоже является яблоком, его составной частью. Так, в простом поэтическом сравнении Бельлинин с фантастической точностью смог проиллюстрировать ту грань, которая отличает одно от другого. Переложение и оригинал. Но что же скрывается за этой мантией? Какие семена прячутся, видимо, лишь с внешней стороны части плода? Я не буду ничего утверждать, но выскажу лишь одно свое предположение. Лично я считаю, что стихцелин любого настоящего произведения искусства – это абсолютная пустота. Не та пустота, которую следует скорее назвать отсутствием чего-либо, но именно абсолютная пустота, которой всегда сходили из всех пути апофатического богословия. Именно по этой причине каждый слушатель, воспринимающий какую-то пьесу, заполняет ее пустоту своими собственными образами. Именно по этой причине образы из нашей души текут бурной и широкой рекой, когда мы слушаем подлинную музыку. Так как пустота – это всегда возможность для заполнения, а абсолютная пустота – это бесконечная возможность. Именно по этой причине нет никаких временных границ для музыкальных сочинений, и сочинения Брамса или Бетховена действуют над нас не меньше, чем музыка, написанная вчера или даже сегодня. Именно по этой причине нам и нужна эта самая мантия или кожура по выражению пирамиды. Ведь как мы еще сможем увидеть абсолютную пустоту? Композитор совершает нечто невозможное. Он облекает пустоту формой. Через намек позволяет другим людям охунуться в то, что не дано. В то, что находится за пределами материальной действительности. В античной Греции был такой обычай. Разбивать некий предмет, к примеру, амфору, и из двух ее черепков делать своего рода ключ по ролику. У каждого был по черепку, которые должны были подходить друг к другу. Подделать такую вещь очень сложно или вовсе невозможно. Такие осколки амфор называли символом. От него произошло всем известно слово символ. Так вот, я бы подобил само музыкальное произведение, его суть, амфори, которой нет. Оригинальный авторский текст я бы подобил большому осколку этой амфори, по которому можно узнать ее очертания, дорисовать их воображение, тем самым пробудив свои творческие способности, воссоздать ее образ в фантазии. Все последующие переложения и интерпретации я сопоставил бы с различными величиной осколками этой амфоры, подходящей к регионам. Но это вовсе не означает, что нельзя создать такое переложение или такую интерпретацию, которая бы превзошла первоначальный авторский текст и показала бы нам еще большую часть исходных амфоров. Однако абсолютно невозможно вновь воссоздать всю амфору. Если это произойдет, то, федерально выражаясь, мы получим вместо божественной амфоры для амброзии склеенную битру по-сутному, более непригодную к использованию. Так, как если в ней не будет места для пустоты и будет господствовать тотальная досказанность авторской мысли, воображение публики не будет разбужено и поток образов не потечет. Ему просто нехудо будет течь. Тотальная досказанность – это свойство бытового или научного дифекса. К примеру, мы ежедневно приходим в магазин и просим что-то нам взвесить, показать, продать. И мы называем вещи своими бытовыми именами. Нам называют их цены, их характеристики. Это бытовой дискурс. Примерно то же самое происходит и в научном дискурсе, но с иной внутренней логикой. Но в произведении искусства всегда есть то, что остается не высказанным. Прочтите, к примеру, «Божественную комедию» «Данка Олигерия» во всех полных русских переводах, а их около десятка. И вы поймете, что с одной стороны все они разные, но с другой стороны есть то единое, что не может быть воспроизведено ни в одном из них, и даже на языке оригинала. А это означает, что оригинал столь же нуждается в переложении, в интерпретации, как в переложении в оригинальном тексте. К примеру, цикл фортепианных миниатюр Модеста Петровича Мусоргского картинки с выставки, если смотреть на него непредвзято, это изящная поэтическая хрестоматия романтических образов, реализованная в относительно прозрачной фактуре сольного фортепиана. Но с тех пор, как и этот цикл оркестровал для большого симфонического оркестра другой великий композитор Морис Хрэн, сам фортепианный цикл Мусоргского стал интерпретироваться как оркестров, мощный, демброво-разнообразный, как симфоническая палитра. То есть, не только оригинал повлиял на переложение от самочки, а и переложение повлияло на оригинал. Ведь теперь сам цикл Мусоргского воспринимается нами иначе. Равен, продолжая наше политическое сравнение, удалось подобрать еще один крупный фрагмент от расколов и амфора символов. Он смог дополнить то, что создал Мусоргский, не убив саму суть музыкального произведения. Теперь кажется понятным то, почему почное следование ловкому тексту при переложении на такой инструментальный состав в большинстве случаев убивает музыку, убивает ее идею. Ведь в таком случае мы как бы меняем саму форму амфоры, а не дополняем отсутствующий кусок. Изменяем тем, что слепо перекладываем то, что есть, а не демонстрируем то, как могло бы быть. Порой символом не подходит, и нас не пускают в неведомую нам страну. Покрывало Исида остается опущено, а тайна сокрыта от нас. В одной из своих блестящих работ, которая называется «Вокруг вавилонских башнях», Жак Деррида писал о том, что миф о бавилонской башне – это миф о невозможности универсальной конструкции, универсальной системы. Миф о том, что невозможно создать такую золотую цепь Гомера, чтобы связать небо и землю. В каждой системе кроется недосказанность, своего рода мертвая зона, которая может быть заполнена лишь в другой системе, но у которой будет своя недосказанность и своя мертвая зона. И так до бесконечности. Именно так и существует произведение искусства. Оно всегда должно иметь эту недосказанность. Тогда возможны мириады интерпретаций, и оно не будет исчерпано даже спустя сотни лет. Ведь абсолютную пустоту нельзя исчерпать. Но для того, чтобы такая абсолютная пустота вообще могла иметь место быть в этом мире, нужна трансценденция истинного произведения искусства. Ведь часть человека всегда пребывает за пределами данности и даже может не только не притворяться в реальности, но и не осознаваться ценим индивидуумом. Однако, когда появляется канал трансценденции через произведение искусства, все то, что скрывалось за рамками данности, за рамками творения, в каждом из людей получает русло. Образом есть куда течь. А до этого они просто не имели такой возможности хоть как-то проявить себя, так как трансценденция была недоступна. окно души было закрыто. Но все это скорее предположения, вопросы, не всегда ясные мысли и даже лишние. Я ничего не утверждаю и ни к чему не призываю, но я верю и чувствую, что в этом скрывается один из множества ответов на вопрос, что такое искусство и как оно функционирует. Ведь есть существенная разница между тем, когда лишь мы смотрим на картину, и тем, когда мы, смотря на картину, понимаем, что картина тоже смотрит на нас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть ли какие-нибудь вопросы? Да, пожалуйста. Мне понравилось Ваше вступление. У меня ряд замечаний. Первое замечание. Вы говорите во вступлении и в конце говорите об афропатическом изнутри знаний и знаний в богословии. Дело в том, что когда изучается икона, то в иконе есть два пути, которые не в действительности. Афопатический и катапатический. И это совсем не то, что вы... Я интерпретирую термин «апопатическое богословие», как вы интерпретируют Жангереда, да? Это совершенно конкретный термин в процессе? Да, это... Не религиозный, так скажем. Акерозный. Теперь по поводу произведения искусства. Все-таки, когда мы говорим о содержании музыкального произведения, то, наверное, да, здесь большую роль, в смысле, его содержание, и исполнитель. И исполнитель тоже приносит определенное содержание в текст. Ну, я говорил об интерпретации, да. Но есть и сам артефакт, который тоже может читаться. Поэтому есть артефакт и интерпредация, и переложение. То есть я как раз это и проводил, эту логику, что это и есть дополнение исходной амфоры. Да? Понятно. Да-да-да-да. Вопрос такой. Я очень часто такие слушаю музыку. Музык очень красивую. Я отлично понимаю, что я не являюсь экспозитором, я отлично понимаю, что то, что я слышу во сне, никогда невозможно передать реальным в мире, ни с помощью никаких инструментов, ни с помощью голоса. Но если бы, например, я была художником мастером из большой буквы, я бы смогла зафиксировать то, что я услышала, либо в виде образов, либо в виде музыки. В вашем случае, в виде музыки. И те люди, которые слушают мою музыку, я бы считала, что мое произведение является, скажем так, очень удачным, если бы они могли бы почувствовать то состояние, которое я переживала во сне, видя это произведение. Но то, что я написала про те реальности, предположим, картину или музыку, это по-любому приложение через мою душу. То есть я никогда не смогу нарисовать или изобразить то, что я уникла там. Но с другой стороны, человек, слушающий это произведение, если я смогла передать что-то через себя, он почувствует то же состояние. И он его изобразил по-другому. Это в тему того, что интерпретация, что будет оригиналом. Понимаете? Оригинал, то, что я услышал там, в глубине себя, это оригинал. Но я его слышу одним образом и воспроихвожу одним образом. Человек, который с моего произведения считал информацию, он его изобразил другим образом. И, возможно, то, что он изобразил, будет отличаться от моего. Но оно будет соответствовать оригиналу. Я понял, о чем он идет речь. Смотрите. Действительно, это так. Это называется степень редукции. То есть то, что слышит композитор внутри себя. Безусловно, о чем я и говорю, что при работе это перевод. То есть воссоздать то, что человек слышит, действительно невозможно теми средствами, которые есть в материальной степени. Но степень редукции, безусловно, разная. То есть композиторская техника, композиторский талант – это сокращение степени этой редукции. То есть мы должны привести зеркало к тому виду, чтобы оно отражало архетип максимально чисто. Чтобы это не была комната смерти, с комнатой кривых зеркал. Если же композитору это удается, то, безусловно, каждый из присутствующих услышит в этом что-то свое. Но, если это подлинное произведение искусства, это будут разные части видимой амфоры. Которая не дана. Опять же, я говорю, то есть я сказал о том, что оригиналы нет. Это отсутствующая амфора. Если мы воссоздадим целиком эту амфору, это бытовой дискурс. Это он может быть диктофон или что-нибудь на непроизведение искусства. Но это же не интерпретация. То есть то, что другой автор написал по тому же источнику, это не интерпретация. То есть каким образом это назвать можно? То есть у нас есть один источник, из которого мы получили два разных изображений. Мы посмотрели на него с каждой стороны. Это не интерпретация. В каком-то смысле тоже интерпретация. В каком-то смысле. Первоначального архетипа, если здесь все-таки как бы лингянская конференция, то есть если говорить именно об архетипе, то это будет все-таки интерпретация архетипа. Потому что архетип не представлен, он не дан в принципе. Невозможно, по сути его нет. Для нас его нет. Но это разные грани единого архетипа. Чем больше этих граней мы насобираем, тем более четко в нашей голове выстраивается самая тампора, которую завершить невозможно. Это именно то, что советовал Юль как амплификация. Вот вам, пожалуйста, амплификация. Я хотел бы продолжить ваше сравнение. Ну, пока это внимание, а не момент. Сравнение с ампорой символом. Нет, нет, я подошел не к микрофону, а к шкафу. Вот такой момент, да. Только сейчас я почему-то поразил. Вот представим себе шкаф. Образ. Музыкально мы его не перекладываем. Представим себе рабочих, которые его сюда ставят. Они двигают его по полу. Поднять они трудно. Теперь представим себе символ. Берем половину шкаф. Вот. И даем этому рабочему, этих половину, сколько ему надо. И мы говорим, мне нужен шкаф. Ты, да, работай. Собери. И символ, да, найди второй, чтобы он туда шел. Да? Посмотрите, что получается. Интересно. Он никогда это не сделает, если будет продолжать двигать этот шкаф. Понимаете? Ему надо сделать простую вещь. Ему надо перевернуть. Да? Тогда же две пламены. То есть, ну, когда он его переворачивает, получается, он делает движение, да? Он, да, приобретает еще одно измерение, как бы, да, целого пространства. То есть, по сути, как бы… Из двух прямых трех трех. Да, 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 конечно. То есть, получается тогда, что… Вот, переложение, да, когда… Или символ у нас имеет композитор. Да, да, композитор. Вот. Он должен совершить эту операцию, да? Вот видите, как бы, в целое измерение еще одно. Организация. Да. Строго говоря, получается, что как-то так. Вот. Хоть об этом получается, что об этом очень просто сказали… Да, это же… Организация. 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 То есть, вот эта вот работа, да, сначала композитора, потом слушатель, да, и там… Организация, где у меня знаю… Hui приложение… Она нам открывает, как бы, «Да, целый новый мир». Вот. Мне кажется, что вот этот пример символ очень хороший, в том Task Force, если its Pini, что значение «Мутрии» получается, да? и просто создать образ, создать мир, там же целое открытое нового земли, вот, согласитесь, и у вас. Очень хорошее, как бы, сравнение именно с миром, да, то есть сейчас даже появляются, как бы, такие работы, как музыкальный мир или музыкальная вселенная Баха, музыкальный мир Странинского, вот то, как бы, о чем писали художники, эзотерики, там, начало 20-х века, Гроули писал о том, что цель человека создать новую вселенную. Вот это новая вселенная в пределах этой, то есть выход в некое другое пространство, да, спасибо. Спасибо большое. Замечательно, я вижу, что вы сказали о том, что мы в другом пространстве, потому что следующая конференция, которую планирует наша океанская секция психотерапевтической лиги, будет посвящена порогу, границе и делу, и выход за пределы. Поэтому, готовьтесь к нашему следующему конференции, возможно, захотите выступить, думайте об этом. Мы приурочим на это к зеленому солнцестоянию, что есть. Какие у вас еще есть вопросы, Григорий Зайцев? Григорий Зайцев, как мне показалось, несмотря на то, что вы аккуратно используете, как бы, философским исследованием и очень точнее, очень содержательно, вы для нас сделали очень большую вещь. Вы выходите в сферу, где данный философский и музыковический анализ пересекается с какими-то религиозными и даже мистическими феноменами, как мне показалось. То есть здесь мне вспоминается параллель с принципом того, что называется экзогетика или толкование священного текста, которое вроде бы, как бы, допустим, если каббалистически существует сам по себе и вещь в себе. То есть некое, как, допустим, для мусульманина Коран, существует совершенно сам по себе. Но есть нюанс, что мудрец предполагается, что именно мудрец, совершая некое толкование, не просто интерпретирует насущным днем интерпретируемые им стих, шлоку, тексты. Он, как бы, участвует в процессе авторства с тем самым божественным логосом. То есть в данный момент он, как бы, пересоздает Тору тем, что ее интерпретируют прямо здесь и сейчас. К этому добавляется еще континуум ученика обычно или группа мудрецов, как, допустим, из знаменитого института Бейд Медраж, место, где собирались люди, чтобы поговорить об этом. И ваша концепция композитора мне близка в понимании пророка, на самом деле, или вдохновленного божественным, но являющегося автором на самом деле. И я не знаю, как бы, не слишком ли я интересуюсь следующим, не слишком ли я далеко в своем воображении ушел? Нет, спасибо за, как бы, это такое озвучение. Дело в том, что музыка, она исходно произошла из рекламы. И далеко от нее, во, она на самом деле не ушла. Просто мы сейчас воспринимаем какие-то вещи, как само собой очевидные. Пространство концертного зала поделено на сакральное и профанное. Это сцен и зал. При исполнении с дирижером спина дирижера еще больше отделяет сакральное пространство от профанного. Положено выключать пробивый телефон, пресекать свои связи с внешним миром. Но откуда произошла дирижерская палочка, думаю, объяснять не надо. Тут магический жезл, в прямом смысле слова, его Вагнер вел. Вот, который общался, в том числе, и с эзотерическими орденами. Вот, то есть, более того, я вам скажу, что именно музыка сделала человека человеком, или человек создал музыку. То есть, находки последних лет Николаса Коннера. То есть, первым флейтом, сложнейшим флейтом, на котором задействовано две руки при исполнении, более 35 тысяч лет. Почти 40 тысяч лет. Сможете себе представить, что такое человек 40 тысяч лет назад? Это каменное скребло. Каменное скребло. И флейта. Флейта с пятью отверстиями, на которые нужно играть двумя камен. То есть, в данном случае, эта флейта сделала из человека человека, а не человек осознанно сделал эту флейту. Понимаете? Поэтому здесь ритуальная составляющая очень сильная. Она есть, и она сохраняется, и профитическое начало в музыке, оно безусловно очень важно. Тогда последний провокационный момент. Извините, немножко провокационный, ну как бы в философском смысле. Слушайте, он ведь не дымок потока звучания, он с автором. Слушайте, действительно, с автором. Я закончил специально такой, практически, поэтической фразой, да, то, что важно не когда мы смотрим на картину, когда мы смотрим на картину, и картина смотрит на нас. То есть, ровно насколько композитор может оказать влияние на публику, в этот момент публика оказывает влияние на его, и на его зачем. Спасибо. Да. Вы знаете, я хотела сказать как раз о том, что я, как картина, которую смотрела на вас. Вот я хочу сказать, да, что бывает доклад, когда звучит слово, да? И сравню опять всё это с музыкой. Играет ансамбль. Бывает такие доклады. Вот и сейчас я услышу его артисту. Браво! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ